СОУК, БРУЗЕР, АБУЗЕР, ХЕКС, БАЙТ, ДАЙВ, ЧЕЙЗ, ЭНГЕЙЖ, ДИЗЕНГЕЙЧ, ПОУК, ОУМ! Слова, которые встречаются почти в каждой игре, но многие по сей день не знают их значения. У микрофона Аргоя в этом ролике разберем сленг Heroes of the Storm. Так как Ходс развил классификацию героев, теперь роль персонажей более очевидна. Но на драфте могут возникать недопонимания при просьбе команды взять героя определенной роли. Поэтому и начнем с самого очевидного. БРУЗЕР. До сих пор бывает вижу вопросы, кто же такие эти брузеры. Это класс Рубаки. САППОРТ. Герои поддержки. Не путать с хилами. А ниже лекари. Естественно, от лекари будут требовать хил, лечение. ДД. Дэмэйш Дилер. Это убийцы, которые делятся на ближников, мили ДД и дальнего боя, рэндж ДД. Словом, рэндж обозначаются также все герои дальнего боя, а также дистанция применения способностей. Ну и с танками и так все понятно. Несмотря на имеющуюся классификацию, героев могут характеризовать также следующие понятия. Сквиш или сквиши. Это очень тонкий персонаж, у которого маленький запас здоровья. Инвизоры. Герои, полагающиеся на маскировку. Также с ними связывают слово Амбуш, что означает сидящий в засаде. Сустейн. Возможность продолжительное время вести сражение, не отходя на базу. А селф-сустейн подразумевает самоисцеление. Блайнд. Ослепление. Также многие герои обладают эффектами контроля. Для преодоления языкового барьера достаточно двух букв CC в чат, чтобы тебя поняли. CC. Крауд-контрол. Включая стазис, здесь подразумеваются все возможные эффекты контроля. А именно. Сайленс. В простонародье сало. Способности, накладывающие немоту. Стан. Эффекты оглушения. Кстати, можно встретить и такое словосочетание стан-лок. Это означает удержание героя в продолжительном оглушении последовательным применением способностей одного или нескольких героев. Рут. Или руты. Способности обездвиживания. Чаще всего термин связывают с корнями Малфуриона. Хекс. Или хекса. Превращение вражеского героя в животное. От любого контроля, за исключением стазиса, всегда может спасти Клинца. Это талант очищения, который снимает негативные эффекты с цели. В зависимости от героя он может обладать пассивками и обилками. Пассивка – пассивная способность героя. Обилити или обилка – активная способность. Также скилл может подразумеваться как способность, а может быть адресована к навыку игрока. Также у каждого персонажа есть трейд. Трейд – это умение героя. Наша дэшка. Скиллшот. Способность, требующая ручного наведения без указания цели. К примеру, сфера лимин. Стак или стаки. Накапливаемый бонус. Чаще всего это связывает с талантами-задачами. Некоторые герои способны бафать и дебафать. Баф – это улучшение характеристик выбранного героя, а дебаф – это ухудшение характеристик выбранного героя. Самый яркий пример в игре – это банка Анны, которая одновременно бафает союзников, увеличивая входящее в них исцеление, и дебафает оппонентов, лишая возможности тех исцеляться и регенерировать. Урон в игре также имеет классификацию. Паук урон. Это возможность стабильно периодически наносить оппоненту урон, например, мешая ему взять механику карты. Яркий представитель такого типа урона – это крысавчик. Бёрст или Бурст – это высокий или взрывной урон. Дот – они же доты или дотки. Урон со временем, который наносится тиками. К примеру, порча Гулдана, Яд Лунары или Кровотечение Кахиры. АОЕ – способность массового поражения, действующая на площадь. Чаще герой с такими способностями ассоциирует со словосочетанием «Вейвклир». «Вейвклир» – это возможность быстро зачищать линию. АА – урон от автоатак или просто автоатакер. Само понятие «ДПС» или «ДПС» – это урон в секунду. А в контексте «Винитмор ДПС» означает, что команде необходимо больше урона. Конкретно к самому драфту применяются следующие понятия. ПИК – выбор того или иного героя. ПРИПИК – показать желаемого героя на драфте перед выбором, и многие забывают об этом. А зря. Это сильно упрощает подобрать максимально эффективный состав. БАН – это блокировка или запрет определенного героя. У сформировавшейся команды вне зависимости от сетапа всегда будут бэклайн и фронтлайн. Фронтлайн – это передняя линия, в основном из рубак и танков. Бэклайн – это задняя линия, состоящая преимущественно из РДД и хиллов, которые стоят позади фронтлайна. Переходим к полям боя. Во всех известных картах есть от двух до трех линий. Топлейн или просто топ – верхняя линия. Мид – центральная линия. Бот – нижняя линия. За исключением режима Арам, известный как однолайновые потасовки. На картах с двумя линиями порой необходимо команде меняться с их героем соло-линии. В данном случае применяется термин «свап». Также используется для замены героя на соло, если тот терпит крах или он более предпочтительнее в четверке. На каждого героя, находящегося вдали от своей команды, могут осуществляться внезапные нападения – ганги. Ганг – это неожиданная атака с целью застать от героя врасплох с его последующим убийством. От гангов хорошо спасаются герои, имеющие эскейп – способность, позволяющая быстро уйти от опасности. Также спастись от ганга может всегда помочь и наш тиммейт – товарищ по команде. Перемещаясь от линии к линии, частенько кто-то совершает фейс-чек. Проверка лицом – когда герой идет в темноту, рискуя быть убитым. Постоянное перемещение от линии к линии называется роумингом или просто руам. Это постоянное нахождение в движении, не задерживаясь на линиях, перемещаясь по слепым зонам, создавая напряжение на карте. В этом же ключе и используется термин «ротейт». Каждую карту населяют крипы, они же миньоны – существа, которые идут по линии. И кэмпы – лагеря наемников, они же мерки. Чаще всего они представляют из себя лагеря боссов, они же элитные лагеря. Осадные кэмпы, именуемые «изей» или «изи» кэмп. И хардой – «хард кэмп». Бойцовские лагеря наемников. Также на Ханамури есть наблюдательный лагерь, именуемый словом «вижен». Этот термин также применяется и к сторожевым башням. Один из пунктов, за что все мы любим ХОЦ – это механики карты. И когда необходимо сконцентрироваться на захвате этой механики, применяется термин «обж» или «обжектив». На ядерном полигоне таким «обжективом» являются ядерные боголовки, а одним словом «нюк» – ядерное оружие. Не будем забывать и о сооружениях на поле боя, а именно о защитных укреплениях. Башня также именуется словом «тавер» или «тавер». После каждого форта на любой линии, последним укреплением является крепость, она же «кипа». Главная цель уничтожения для победы – цитадель каждой команды. Это кора или ядро. Игра делится на стадии. Например, «эрли гейм» – ранняя стадия игры, до 10 уровня. «Мид гейм» – средняя стадия игры, когда у героев есть уже ульты, но еще нет талантов 20 уровня. Кстати, «ультимейт» или «ульта» – это героическая способность. И «лейт гейм» – поздняя стадия игры, когда герои получают все таланты. Вне зависимости от стадии игры, частенько одна команда захватывает лидерство и удерживает его до последних минут, но совершив одну ошибку, проигрывает. В таком случае другая команда совершает камбэк. Но есть и такой термин, как «сноубол». Это когда команда, получив преимущество в начале игры, постепенно наращивает его до недосягаемости. До третьей стадии игра всегда сопряжена с одной из основополагающих механик Ходса. Это опыт. Экспа или просто эксп. Который необходимо постоянно добывать, чтобы быстрее получить свои таланты, и частенько можно встретить такое слово, как «соук» или «соак». Это призыв к распределению по линиям и получению опыта. Опыты хорошо могут собирать пушеры. Пуш — это процесс быстрого продвижения по линии, целью которого является уничтожение вражеских построек. И сплит-пуш — это пуш нескольких линий одновременно. Неотъемлемой частью игрового процесса, конечно же, являются сражения. И вот термины, которые можно частенько там встретить. Тимфайт — командное сражение с участием большинства героев с обеих сторон. В тимфайте частенько игроки забывают об одном очень важном аспекте — фокус. Концентрация автоатак и способностей на одной конкретной цели. Когда одна из команд начинает отступать, другая может начать чейзить. Чейз — это погоня за врагами. Чаще всего можно столкнуться с призывом прерывания преследования. Стоп чейз. Кайт — способ атаки, при котором игрок постоянно держит оппонентов на расстоянии. Не позволяет тем сократить дистанцию. Дайв или дайвить. Запрыгивать в толпу. Ингейдж или энгейджить. Инициировать бой. Дизенгейдж или дизенгейджить. Прерывать вражескую инициацию. Байт или байтить. Заманивать соперника в ловушку. Додж или доджить. Уклоняться от вражеских атак. Бодиблок. Создание помехи передвижения телом героя другому герою. Зонинг. Зонирование. Разделение вражеской команды. Таунд. Провокация варяда. Или эмоция героя. Статтер степ. Автоатака в движении. То есть атака-шаг, атака-шаг. Также термины, которые ты частенько можешь увидеть в чате. АФК или АФК. Отошел от клавиатуры. Оум. Закончилась мана. БРБ. Скоро вернусь. БТВ. Кстати. ТП. Телепорт или возвращение на базу. ХП. Здоровье или уровень здоровья. Мисс или СС. Вражеские герои отсутствуют на линии. КЕР. Призыв быть осторожным. БЭК или БЭ. Призыв к отступлению. КД. Время восстановления способностей. МБ. Моя ошибка. БГ. Плохая игра. ГГ. Хорошая игра. Также может использоваться в негативном ключе. ГЖЕ. Хорошая работа. Похвала союзника. ГЭЛ. Пожелание удачи. ЭХЭФ. Пожелание повеселиться. Далее речь пойдет о тех, кого никто и никогда не хочет видеть в своей команде. ФИДЕР. Постоянно умирающий. ПКД отдающийся индивидуум. Помогающий врагу персонаж. ТРОЛЬ. ЗАРАЗА. КОТОРЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ВЫБРАЛ МАКСИМАЛЬНО НЕПОДХОДЯЩИГО ГЕРОЯ. Выбравший фиговые таланты. Задача которого порофлить с тебя и твоей команды. Ну и относительно самые безобидные. АБУЗЕР. Злоупотребляющий на багах или свойствах подбора игроков. Соответственно абуз это злоупотребление. И если ты не абузер, не тролли, не фидер. То ставь лайк этому видео. Подписывайся на канал. Если что-то упустил, дополняй обязательно в комментариях. С тобой был Арго и ГЛХФ.